В помещении находилось трое. Предполагаемый поджигатель, женщина и несовершеннолетний ребенок. Девочке на момент прибытия полиции удалось вырваться из комнат, одна из которых уже горела. Зашли в дом, увидели дверь закрытую со стеклением. За стеклом было видно, что пламя уже начинает разгораться. Незамедлительно входную дверь пришлось выбивать ногой. Сотрудник полиции получил травму, но преступник был задержан. Правда у него насчет поджога своя версия случившегося. У меня не было спичек подкурить. Я поставил свечку и видимо она упала. И вот это происшествие. А бензин зачем разлили? Ну я там был, очищал штаны от краски. Как пояснил задержанный, а это 40-летний местный житель, он в доме проживал на правах работника почти 6 лет. Ранее был судим за грабеж и употребление наркотиков. С заявительницей владелицей дома в последнее время у него регулярно происходили бытовые конфликты, которые и вылились в серьезное происшествие. Первыми на месте происшествия оказались сотрудники патрульно-постовой службы. Это экипаж в составе Федора Ванюкова и Бориса Карпенко. Полицейские предприняли все необходимые меры для тушения возгорания, а также вывели людей на безопасную территорию. Жильцы соседних домов не пострадали, но изрядно были напуганы случившимся. Женщина, вызвавшая полицейских, уже написала заявление. У нас старый фонд, все сделано из дерева, из дранки. Все бы вспыхнуло, как вспыхнуло за 5 минут. Все бы вспыхнуло, дети остались бы, семьи остались бы без жилья. Дети заживо могли бы гореть, потому что спали уже многие. Понимаете, ну полиция приехала вовремя, вызвала пожарных, пожарные приехали, все затушили. Мы очень благодарны, мы готовы молиться, мы очень верующие люди, мы будем молиться с ребенком за полицейских. Трагедию удалось предотвратить. Сейчас по данному факту проводится проверка. Елена Австецина, телекомпания ФКТ.